Добрый день. Потякаев Николай Николаевич, доктор-медицинский професор, заслуженный врач Российской Федерации, главный дерматовенеролог Минздрава и Департамента здравоохранения Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы. Мы находимся в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы. Я являюсь его директором. Николай Николаевич, тема сегодняшнего эфира – как выявить опасное новообразование на коже. Мой первый вопрос про причины вообще появления этих новообразований. Какие они? Ну, собственно говоря, опасные новообразования на коже, их может быть несколько видов. Мы говорим о раке кожи, о пухолях кожи. Вот они являются опасными, действительно. Хотя они встречаются реже, чем просто новообразование кожи. Новообразование кожи достаточно большое количество. Они могут быть… Это могут быть просто родинки, которые появляются в течение жизни. Это могут быть возрастные изменения, сиборийные кератомы, папилломы. Это все новообразование, достаточно большое количество. Даже солнечное лентиго или пигментное пятно, появляющее под влиянием солнца, в какой степени тоже является на образовании, потому что его не было после солнечной ванны, после посещения пляжей они появляются. И если мы говорим об злокачественных, об опасных образованиях, то, конечно же, этой проблемой занимаются онкологи, но в первую очередь пациенты, как правило, идут к нам, потому что появляется на коже то или иное образование. Какое оно, опасное или не опасное, решает врач. И предположение об его нехорошей сути принимает, предположение осуществляет врач-драматолог, а потом уже направляет к онкову, если действительно он считает, что новообразование опасное. Наверное, надо в первую очередь пойти к врачу-драматологу в этой ситуации. Николай Николаевич, а как Вы относитесь к самодиагностике, когда человек пытается выявить на себе эти образования и понять, опасно ли или нет? Когда стоит действительно идти, вот пигментное пятно, ну, мало кого пугает на самом деле. Эстетически, скорее, неприятно. Вы знаете, я к самодиагностике отношусь так же плохо, как и к самолечению. Это понятно, да, потому что человек не врач, не специалист по этой отрасли, он должен пойти к соответствующему врачу, да, правильно? Если на коже появились какие-то новообразования, новый какой-то элемент, ну, любое поражение какой-то кожи, то нужно идти к специалисту-драматологу, самостоятельно, откуда пациент может знать, что у него на коже, потому что он уже не получил необходимое знание по этому вопросу. Поэтому даже обычно пигментное пятно, которое появилось, правильно трактует его, с его сути, что это за пятно, является ли оно просто пигментным под влиянием солнечных лучей, возраста, или это пятно только внешне пятно, а на самом деле это, может быть, поверхностная меланома. Я не хочу сейчас никого пугать, но поверхностная меланома, она достаточно плоская, и вначале она, может быть, даже выглядит действительно как пигментное тёмное пятно, но обменяет свои определённые черты, характеристики, а вот какие их особенности, это уже расценит врач или приёмы. А как выявить опасное новообразование на коже методом диагностики? Какие современные методы диагностики оказывают, что у человека действительно... Действительно сейчас существует большое количество методов оптической, в первую очередь, диагностики, неинвазивной, то есть когда не вырезается сам элемент на последующее гистологическое исследование дальнейшего приготовления препарата из кожи, изучение его морфологии, то есть структуры, есть оптические методы. В первую очередь, это дерматоскоп, вот у меня здесь есть дерматоскоп, если вы мне зададите? Да, конечно, передам, сейчас помогут. Да, можно ли этот? Да, ну просто вытащите. Я вам передам. Зарядки. Вот этот дерматоскоп, это приборчик небольшой, который используют дерматологи для диагностики тех или иных новообразований. Если мы... У нас есть оптическая диагностика визуальная, глазами мы можем предположить, что это. Но если мы видим, что это не папиллома, не сиборяйная кератома, или не что-то еще понятное и визуально легко диагностируемое, то есть увидели, можем поставить диагноз клинический, посмотрев на новообразование. То если, вот как мы говорили о пигментное пятно, давайте посмотрим на это пятно внимательно. Берем этот прибор, увеличиваем изображение в 20 раз. Причем под специальным стеклом, который позволяет смотреть верхние слои кожи, верхние слои кожи. И вот мы смотрим вот так, доктор изучает, и рассматривает, что мы можем там увидеть. Что мы там можем увидеть? Если мы видим нехорошие признаки, а такие, как неравномерная окраска, то есть, вот пятно глазами мы видим, оно вроде бы коричневое, а если присматриваемся с помощью прибора, мы видим дерматоскопа, мы видим, что оно где-то более темное, где-то более светлое, где-то почти черное, где-то почти бежевое, скажем так. Это первый признак. Второй, это неравномерные границы, то есть не четко очерченные, неравномерные неправильно выразилось, прошу прощения, не четкие границы, то есть не резкие, они размытые. Это второй признак. Ну и дальше, увидев эти пока самые простые наши наблюдения, мы зададим вопрос, скажите, пожалуйста, не увеличивалось ли новообразование, то есть пациент говорит, что оно растет, второе, не было ли воспалительной реакции вокруг него, то есть венчик, покраснение, тоже четвертый признак, два дерматоскопические мы увидели, и вот два мы уточнили у пациента. Ну и есть еще такой косвенный признак негативного процесса, это когда в родинке, ну да, в родинке обычно, мы про них говорим, выпадают волосы. Были волосы, вдруг они выпали, но это тоже нехороший признак. Тогда мы можем предположить, допустим, диспластический невоз. Но если мы видим с помощью дерматоскопа еще определенные признаки, например, синий, это я назову самый простой, сине-белая вуаль. Это как дымка такая на топе. Мы видим пигментное пятно, а при осмотре видим сине-белую такую дымку. Это уже признак дисплазии и может быть даже меланомы. Ну, меланомы, ну, есть такой признак, поэтому мы направим такого пациента к онкологу с предположительным диагнозом меланома. Здорово. Если же мы видим просто, что это диспластический невоз, мы пациенту можем предложить два варианта. Первый – наблюдать. То есть не обязательно, что диспластический невоз превращается во что-то. Если, допустим, он говорит, что роста нет, воспаления нет, да, вот такой вот мы увидели дерматоскопически, вот с помощью аппарата признаки этого атипичного диспластического невоза. Диспластический, я говорю научное слово, но по-другому никак назовешь, потому что это официальное его наименование. И, ну, в каком-то проценте случаев может быть трансформация, но это тогда нужно наблюдать. Раз в год приходить к дерматологу. И наблюдаем мы обычно на другом аппарате. Это тоже дерматоскопия, видеодерматоскопия. Большая такая, большая техника внешняя. И мы полностью всю кожу картируем. Делаем карту кожи, то есть фотографируем. И каждый элемент исследуем с помощью уже не такого, а другого вида дерматоскопии. Специальное такое, то есть, как сказать, приспособление, простым языком, которое прикладывается к коже, и дальше в компьютер выпадает эта информация. В этом компьютере, помимо того, что мы видим эту картинку уже на экране, а не в окуляре дерматоскопа, мы можем подключить систему искусственного интеллекта. То есть мы получим второе мнение, уже мнение самой техники. Мы сами предполагаем, но плюс мы хотим перепроверить. Вы сейчас находитесь в нашем центре, я вам могу показать потом, как это выглядит. И дальше искусственный интеллект, он обсчитывает вероятность развития из этого новообразования, ну, нехорошего процесса, скажем так. По трем шкалам. Если в шкале желтой находится ризочка оборудования, ризочка, которая свидетельствует об статусе новообразования, желтая зона – это добро, серая зона – понятно, да, ни добро, ни зло, ни понятно, надо наблюдать. Красная – это признаки, заставляющие задуматься, что, может быть, надо все-таки удалить это новообразование или обратиться к онкологу. Это уже решает, естественно, не искусственный интеллект, но это решает врач. А искусственному интеллекту как часто доверяют специалисты или все-таки скептически относятся? Вы знаете, примерно 94% чувствительности этого оборудования показывает, что он эффективен в своем диагнозе. И в этом плане, если у нас есть подозрение, и еще искусственный интеллект дает такое же подозрение, то, соответственно, подозрение удваивается. И мы, например, к онкологу, и вот там уже происходит, онкологи удаляют обычно, если я речу о злокачественном процессе, и дальше исследуют. Диагноз окончательный ставят вообще морфологи, гистологи. Потому что внешне клинические диагнозы недостаточно для установления окончательного диагноза. Окончательный диагноз ставится, когда мы видим клетки, соответствующие для того или иного диагноза. Николай Николаевич, а насколько травматизация подозрительных участков опасна? Ну вот банальная травматизация родинки при бритье – это опасно? Это миф. На самом деле, не приводит к каким-то проблемам травмирование невусов родина, потому что, как правило, диспластические, я уже говорю, повторяю несколько раз, слово диспластический, невус или меланома на начальной стадии, конечно, они плоские. Поэтому травмировать их сложно. Или они уже, наверное, имеются в наличии. Если доброкачественное образование, изначально доброкачественная родинка, то травмируя, не травмируя, ничего из него не получится плохого. А если уже имеется нехороший процесс, то травматизация может способствовать его усугублению, но, опять же, чаще всего травмируются доброкачественные родинки, потому что они более объемные. Николай Николаевич, а к профилактическим мерам можно отнести удаление родинок, удаление бородавок, что в дальнейшем не будет никаких плокачественных? Удаление бородавок в любом случае необходимо, потому что иного метода лечения, как правило, нет. Есть методы лечения и профилактики развития бородавок, потому что бородавки, как и папилломы, это кожные процессы, которые вызываются вирусами. Вирус папиллом человека, так называют. Вирус папиллома человека. Поэтому, конечно, если иммунитет будет повышаться, с помощью соответствующих иммуномодуляторов, то есть специальное лекарственное средство, которое повышает иммунные свойства организма, защитные его свойства, то, конечно, в будущем папилломы или бородавки, как мы их говорим, бородавки на руках, на ногах, в любом участке кожи, они не будут появляться. Но если уж она появилась, то ее в любом случае убирают. Деструктивные методы, деструкции, удаление, разрушение. Ну, например, жидким азотом, самым простым, или лазером. Теперь, что касается родинок, нужно ли удалять. Ну, вот, удаляют родинок иногда просто и даже из эстетических соображений. У пациента, у человека, даже не являющийся пациентом, то есть он не страдает, в любом смысле, от заболевания, а страдает от дискомфорта, качества жизни, что родинка его как-то портит, его внешний вид, ему кажется. Хотя удаление родинки, вот полноценное, это все равно иссечение. Это всегда все равно остается рубчик. Она предлагается на выбор, либо родинка, либо рубчик, что вам больше нравится. Рубчик может быть гипертрофическим, то есть увеличенным, или даже может быть келоидом, не дай бог. Келоидный рубец, он очень крупный, больше, чем место иссечения. То есть он заходит за пределы иссякаемых тканей, формируясь. Поэтому я бы не рекомендовал просто так удалять родинки. А вот диспластический НИЛОС, опять же, возвращаясь к этому виду, иногда требует удаления, если пациент сам решает. Он будет, как я уже возвращаюсь с начала нашего разговора, он может подойти раз в год к драматологу и проверить ее состояние родинки, либо просто избавиться от нее, чтобы не ходить. Есть еще одна такая сложная история, скажем так, это множественные диспластические НИЛОСы. Есть люди, у которых не один этот НИЛОС, а их много. То есть риск развития меланомы, он несколько увеличивается, скажем аккуратно. Поэтому у таких людей даже есть синдром семейных, множественных диспластических НИЛОСов, когда у членов семьи это наблюдается, от поколения в поколение. Такие люди, конечно, требуют. Мы даже рекомендуем им периодически наблюдаться, потому что все удалить невозможно сразу. Через какое-то время все равно это будут группцы и так далее. Но такие люди требуют к себе внимания. И мы таких пациентов ставим на диспансерный учет. И они фиксируются у нас в нашем центре, как люди, которым нужно раз в год появляться и проводить исследования о том, о котором я говорил на большом аппарате. Мой следующий вопрос относительно новообразований, которые появляются перед летом и непосредственно летом. Вот стоит ли их как-то пытаться обезопасить солнцезащитным кремом, например, или ношением одежды с длинными рукавами, если это на руках родинки. Методы защиты этого участка, насколько они актуальны летом? Ну, вы, в принципе, ответили на вопрос по поводу защиты. Я сейчас его немножко разверну шире. Вы сказали перед летом или летом. Ну, перед летом это веснушки. Само название говорит о себе. Веснушки появляются, как правило, и на лице. Поэтому тут рукава, не рукава, на лице ничем не закрыть. Только защитить можно. Действительно, фотозащитным средством, кремом, фильтром, так называемым фотозащитным, который входит в состав соответствующих кремов. Продаются они в аптеках. Есть степень защиты 20, плюс 30, плюс 40, 50. 50 плюс оптимальный степень защиты. Наносить нужно 20 минут до выхода на улицу, потому что крем должен успеть впитаться. И тогда риск развития веснушек уменьшится. То же самое касается солнечного лентига. Вот это лентига, слово такое, может быть, сложное, непонятное. Может быть, впервые кто-то его услышал. Но это используется специалистами для того, чтобы различить эфелиды. Я вот говорю эфелиды, да? Смотрите, эфелиды. А на самом деле веснушки, конечно. Веснушки называются эфелидами в медицине. Так в быту, в простонародье, это просто веснушки. Вот веснушки, они до 0,5 мм в диаметре. А лентига до 1 см доходит. И поэтому они просто отличаются в размерах. Но суть это одна и та же. Это повышенное количество пигментов локальное в виде маленького пятнышка, либо в виде большого пятнышка, но не превышающего 1 см. И в случае лентига, вот, собственно, больших пятнышек, которые возникают после солнечных лучей, через какое-то время, что-то позагорало. А если он обгорал, тем более на спине, вы знаете, пёстрая такая кожа возникает, у людей, обгоравших ранее. Много-много-много пигментных пятен. И мелкие, и крупные, как лентига. Тоже фотозащитные средства, конечно же. И не загорать специально. Я вообще не рекомендую кого-то. Всем специально загорать. Если уж человек хочет на солнце побыть, то приезжая куда-то на курорт, где яркая, активная солнечная, солнечная активность такая высокая, то нужно начинать, не сразу бежать, там, час-два часа дня, и два часа лежать на солнце. Обгорит однозначно. Это нужно в 11 часов побыть минут 15. В 11 часов утра выйти, побыть минут 15, 20 максимум. И уйти. В следующий день дольше, опять 10 минут, и потихонечку вот так вот загорать. Но еще раз подчеркиваю, что загар, он больше вреден, чем полезен. Николай Николаевич, не могу не спросить, а тогда максимальное количество времени, рекомендованного вами, когда человек может загорать? Вот он увеличил 15 сначала минут, 20, а потом вот максимальный. Понимаете, когда вот он увеличивает эту экспозицию по времени, воздействие солнечных лучей, у него так или иначе начнет вырабатываться пигмент. То есть он начнет забирать. Что такое загар? Загар на самом деле это защитная реакция. Организм защищается от солнца. И клетки специальные, которые есть в коже, они вырабатывают пигмент. Есть такие, там, в коже много разных клеток, вот одни из них вырабатывают пигмент, меланин. Этот меланин, он поглощает, является поглотительным солнечным лучей, ультрафиолетовым лучей. И тем самым он защищает кожу и организм человека от воздействия солнца. И если не будет загара, а загара не будет, если не будут вырабатывать пигменты в соответствующей клетке, есть люди, у которых они отсутствуют или не работают, скажем так. Вот, например, заболевание витилиго, когда белые пятна на коже. Там, конечно же, человек выйдет на солнце 15 минут, там будет он их позицию увеличить больше, ему вообще нельзя на солнце быть, потому что у него отсутствует пигментация в этом участке и не формируется пигментация. То есть у него кожа не защищена. То есть у него однозначно будет ожог солнечный в этом месте. Ну и дальнейшие все последствия, о которых мы можем потом позже поговорить. То есть есть отдаленные результаты солнца, есть солнечный ожог, а есть и последствия, которые проявляют через 20-30 лет. Уже в молодости человек 20-30 лет ему было загорал, а через 10-20 лет как фотопленка начинается проявление, замедленное проявление. То есть по времени отсроченное. И появляются кератомы, появляются еще солнечные, не только солнечные, но и возрастное, синильное, так называемое лентиго. Когда с возрастом, его было бы меньше, но учитывая то, что человек загорал, а гост будет больше и так далее. Ну могут быть даже возникать такие опухоли, как базилиома. Она не дает метастазов, слава богу, но она однозначно вызывается солнечными речами. Люди, которые работали, вот у меня много пациентов было, работали в жарких странах, в Африке, в Австралии, где-то еще. Они там солнечная стильность высокая, и особенно у светлокожих, у блондинов, у них в дальнейшем, через много лет, уже в возрасте, когда люди находятся, появляются базилиома. То есть, это и есть определенная взаимосвязь. Николай Николаевич, канон с этого эфира подписчики нам направили свои вопросы, которые я вам сейчас зачитаю. Итак, первый вопрос от Елены. Если есть родинка не такая, как все, но в течение многих лет не меняется, можно ли загорать, нанося соносащитные средства, находится чуть ниже шеи, сзади и летом всегда открыта? Ну, если она не такая, как все, я бы рекомендовал уточнить у специалиста, что с ней не так, почему она не такая, как все. Большая, наверное. Может быть, большая, может быть, она попиломатозная, то есть, такая вот объемная, с разрастаниями, как цветная капуста, тоже родинка много, они, кстати, безопасны абсолютно. Но все-таки надо сходить к врачу, и он все скажет. А что касается скалозащиты, я уже сказал, в любом случае родинки, обычные, необычные, любые. Даже человек, который не... не акцентирует свое внимание на каких-то большом количестве родинок, потому что немного совсем, и все они спокойные. Тем не менее, фотозащитные средства надо использовать. По тем причинам, о которых я и говорил, что отдаленные результаты могут быть. Следующий вопрос от Николая. 13 лет назад резко засыпало прыщами, очень болезненными, лицо, грудь, спина. На первом этапе два месяца держалась температура, месяц 37,2, и следующий месяц 38, каждый день, при нормальном самочувствии. Был на дневном стационаре в коженеврологическом диспансере, после чего прямо сказали, что не знают, что делать, и отправили в Монике. Положили в больницу, анализы были все в норме, но живого места на мне не было. К сожалению, фотографий того периода нет. Николаю сейчас 30 лет. Врачи даже не знали, какой ставить диагноз, по их словам. В итоге поставили конглобатные, надеюсь, правильно говорю, угри. Сейчас, спустя 13 лет, продолжают вылезать прыщи, фурункулы на лице, один из которых пришлось даже вырезать хирургически, так как не подавался лечению. Подмышки, спина, кожа очень жирная. После умывания в течение получаса снова все лицо жирное. Наружные средства никакого результата не дают, только симптоматическое. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Какие анализы следует сдать? Я из региона, можно ли попасть к вам на прием? Да, конечно, попасть, от ВИЧ, можно. В наш центр можно записаться. Мы смотрим пациентов из всех субъектов Российской Федерации. Пожалуйста, на наш сайт там можно зайти. Теперь, что касается самого заболевания, ну, по тому, как Николай рассказывает, я, конечно, не видел, в описании, плюс еще есть диагноз предположительный, который ему поставили врачи, конглобатные или шаровидные, так будет понятнее, как это выглядит, да, у грек. Представляете, что они крупные узлы, шарабра, они классические, воспаленные, красные обычно, синюшно-красные, нагнаивающиеся, потому что все-таки специально же сильно воспалена, угри или ак, еще второе название, синонимы. Действительно, при такой тяжелой, это относится к тяжелой форме угревой болезни, действительно, при ней может быть повышение температуры, то есть все очень так совпадает. Другой вопрос, что там наружная терапия, она неэффективна обычно при конглобатных или шарабридных угрях. Требуется назначение уже системных препаратов, то есть внутрь приема. Таблетированные формы, это разные, могут быть варианты, можно попробовать с антибиотиков начать, но все-таки это определяет на приеме специалист, правильно, что Николай хочет к нам прийти, потому что еще один вариант, альтернативный, более эффективный даже, это применение системных ретиноидов. Ретиноиды это витамина синтетические. Есть тоже группа препаратов, не буду сейчас их называть, потому что это серьезное лечение, оно требует длительного постприема, поэтому нужно будет раз в месяц показываться, сдавать бихимический анализ кружи для контроля лечения, а эффективность оценивает доктор на прием. То есть помочь можно, но вот действительно это не такая распространенная, но тяжелая форма угрей. Николай Николаевич, а бывает такое, что вот эта вот подростковая сыпь, которая началась у него в 13 лет, и, как я понимаю, уже на протяжении 15 лет он с ней борется, вот такое длительное... Это не типично, у него подростковая сыпь, вот Николай, да, перешла из подростковой в позднюю форму угрей, она существует тоже. То есть если у подростков, у 85% подростков в той или иной форме есть угревая сыпь, это может быть даже минимальные какие-то проявления, но они же все-таки нано видны, то у взрослых это 15% поздней угрей могут быть. Угрей вот делится так. 85% у подростков, 15% у взрослых. Следующий вопрос от Елены. На руках почти всегда есть шершавые пятнышки от плеча и до локтя. Да, они не зудят, никак не беспокоят, но в один момент начали разрастаться и появляться еще и на ногах. Некоторые были просто шершавые, а некоторые будто с корочками. Мазала фуракацином, другими кремами, стало лучше, но до конца совсем они не исчезают. Что это может быть? Можно ли убрать это совсем? Фото прикрепило. Да, Елена действительно нам направила фото. Я вам покажу, сейчас продемонстрирую и на следующей странице. Вопрос. Во-первых, шелушающиеся пятна могут быть при ксерозе кожи. Что такое ксероз кожи? Это повышенная сухость кожи. Она бывает связана с недостатком витамина А. Бывает связана с излишним частыми водными процедурами. Душ, ванна, то есть на несколько раз в день. Или кому как. Некоторым людям одного раза достаточно в день душ поднимать, а кому-то два. И кому-то два много наоборот. И возникает смывание водной липиды. мантии, которая есть на коже, защищающая арноизм. Она сформируется за счет наших желез, которые есть в коже. Если их смывать, этот секрет, он необходим для защиты тоже, то кожа начнет с охраны. Она тоже социально секретно. Для чего нужна? Немножко кожу создают на ней липидные липиды, липидные липиды в мантии. То есть она препятствует высыханию кожи, я пытаюсь такими простыми закомками. Поэтому часто мытье вот ее смывают, эти липиды или секрет сами, желез, то кожа начинает сохнуть. Она начинает сохнуть потому, что кожа теряет влагу. И более того, сухая кожа, она склонна к большему травмированию. Еще может быть вариант, это сухая экзема. Есть такая сухая экзема. Может быть, она кратклей по автору. Но я думаю, что показаться лучше. Вот это все в беседе будет ясно. Елена, да? Да, Елена. Пусть надо касаться, посоветоваться. Есть много причин, которые могут привести к такому развитию. Даже могут быть грековые процессы. Я на фотографии так вот явно не заметил. Слава Богу. Все опять же покажет личный прием. Я читала, что водный баланс, точнее, отсутствие нормального водного баланса в организме может привести к таким пятнам. Насколько это актуально? Ну, может быть, да. А витаминозы различные могут приводить к этому. Надо беседовать. Спасибо. Следующий вопрос у нас тоже от Елены, но от другой. Если из родинки растут черные волоски, можно ли эти волоски вырывать? Одна родинка на шее, из нее вырастает черный жесткий волос, другая на руке, и из нее три волоса черных растут? Если родинка не опасная, конечно, волос можно выдержать, но я бы не рекомендовал это делать. Это в любом случае процедура такая, связанная с травмированием в какой-то степени родинки. Она может закровоточить, потому что все-таки волосяной фоллик он питается сосудами, к нему подходит капиллярчик маленький. Поэтому я бы просто, если мешают, просто аккуратно одного подстригать. Следующий вопрос от Людмилы. Есть несколько видов возрастных видимо новообразований. Плоские от бледно-коричневого до темно-серого цвета и круглая родинка пурпурная. Еще, как мне кажется, последствия перенесенного почти три года назад опоясывающего герпеса на ногах и вдоль позвоночника гнойнички временами подсыхающие, но не до конца еще не исчезли. Вот Елена, видимо, самодиагностикой занимается, но она оценила три проблемы. Первая это возрастные, как она считает, буроватые образования, сероватые, буроватые. Да, бледно-коричневые, темно-серые и круглая родинка пурпурная. Вот это первое образование, скорее всего, но это надо все опять же делать лично осмотре. В любом случае на все вопросы буду отвечать однотипно, получается, что надо идти к драматологу, потому что самодиагностикой не надо заниматься. Но наблюдать за собственной кожей надо, вот ставить себе диагнозы нет, а вот замечать что-то, если что-то не так, то надо и идти сразу к специалисту. Первая проблема, скорее всего, это кератомы сиборейные, они возрастные. Вторая это пурпурная родинка, ну да, пурпурная родинка, скорее всего, там имеется неос смешанного генеза, смешанной причиной, то есть в количестве определенного количества сосудов не опасны, можно убрать, просто если не мешает, но так не опасны. И появление после опоясывающего герпеса, опять же лишения, кстати, каких-то гнынячков, да, может быть и каким-то совпадением, потому что, как правило, опоясывающий герпес не дает таких отложнений, каких-то последствий, тем больше три года назад. Обычно при опоясывающем герпесе могут какое-то время сохраняться болевые ощущения, потому что он распространяется по нервным сплавам, нижереберных нервов в данном случае если он был на пояснице, выше поясницы, то есть в любом случае в этой зоне, как правило. И я думаю, что гнынячки там причина другая. Гнынячки, кстати, не всегда это вызывается бактериями, они могут вызываться, кстати, грибковыми агентами, то есть грибами дрожжеподобными, и тогда здесь два вида лечения. Гнынячки надо исследовать задерживая, это делает лабораториями, как иоскопическое исследование, или посев, что-то более эффективное, то есть мы выявим, что вырастет. Поэтому милости просим по поводу... Следующий вопрос от Веры. На груди в малом возрасте была родинга, со временем она начала расти. Сейчас мне 45 лет, выросла до размера в половинке большого зерна нута. Как я думаю, что это не совсем родинга, но из коричневой точки она превратилась в телесную блямбу. А в середине та же темная родинга, как бы то ни было изначально. Вопрос, понимаю, что все надо визуализировать, посмотреть, Вера это осознает, надо ли ее удалять, если мне она не доставляет дискомфортно, кроме размера. Вот ее смущает размер этой родинки. Ну, по тому, как описано, родинга, ну, во-первых, действительно родинга растет вместе с человеком. Ну, то есть, человек вырос, повзрослел, родинга увеличилась, ну, и в течение жизни они увеличиваются, к сожалению, но очень медленно. Но, если смотреть в десятках лет, то, конечно, разницу можно увидеть. Диаметр может быть увеличить. Цвет почему изменился? Скорее всего, пигментация-то осталась, там, скорее всего, внутри дермальный нелосен, интердермальный, то есть, он находится в коже глубоко, и поэтому большая часть всех пигментных клеток, которые скопились в глубине кожи, и поэтому над ней имеются верхние слои кожи, которые не дают визуализации пигмента, то есть, он внутри, а тот, который более поверхностно находился в самом начале, он так и остается видимым. Но, опять же, это надо смотреть вот с помощью вот такого прибора. Следующий вопрос от Анастасии. Правда ли, что бородавки появляются при инсулинорезистентности? Стоит ли их удалять, и надо ли насторожиться при их появлении и посетить эндокринолога? Ну, если появляются бородавки, нужно посетить дерматолога. Инсулинорезистентность это прерогатива врача-эндокринолога. Но бородавки возникают, как я уже говорил, кстати, Это новообразования, которые возникают под воздействием вируса, вирус в пилом человека. А не у всех. Конечно же, если у человека есть инсулинорезистентность, есть определенные проблемы со здоровьем, так или иначе. Прерогатива эндокринолога, как я уже сказал. Иммунная система тоже может быть задействована. Наши учителя, корифеи, например, такой подфизиолог АДО, давно жил, в прошлом веке. Но говорю, что какие-то изменения в одной системе организма человека так или иначе могут быть сопряжены с другими изменениями, с изменениями другой системы. Например, нервная система. Нервная система он чуть-чуть не справляется с внешними факторами, потому что вирус папилломы человека распространен в природе, но не все же заболевают, нужны какие-то условия. Вот если они чаще всего это папилломы, которые в подмышках появляются, в подмышечных властях, потому что это тепло, это мацерат, то есть увлажнение, то есть потливость повышенная, и это трение. Вот эти все причины могут способствовать появлению папилломы, особенно при определенной склонности к их возникновению, особенно у полных людей. То есть есть определенные причины, по которым вирус вдруг все-таки чувствует себя вольготно на коже и способствует возникновению тех или иных элементов. Ну, в первую очередь мы говорим о папилломах, конечно. Бородавки могут быть, могут быть канделомы, если это на половых органах, это могут быть акрохорда, если это на шее. Но это все вирус папилломы человека. Связанная с инсулинорезистентностью сложно сказать, может быть, а может быть и нет, потому что, ну, мы так не наблюдаем так часто, чтобы они возникали у бородавки, у больных эндокринопатиями. Поэтому ноги надо удалять. В любом случае надо удалять. Следующий вопрос от Насти как раз про папилломы. Многочисленные папилломы по всему телу, особенно много в районе груди, появилось во время беременности. Сейчас уже четвертый месяц ребенку на искусственном вскармливании находится. Ребенок, чего стоит опасаться? Стоит ли их уже сейчас удалять? Ну, в целом удалять надо. Стоит ли прямо сейчас, пока кормление идет? Да, искусственное. А, искусственное, да. А, искусственное, тогда, конечно, нужно удалять. Следующий вопрос от Юлии. Родинку мужа меня беспокоит ее вид, его она не беспокоит. Итак, Юлия добавила фото. Подскажите, пожалуйста, стоит ли переживать? Ну, понятно, что это, во-первых, фото, оно еще и распечатано на бумаге, поэтому диагностическая ценность тут будет невелика. Но, тем не менее, я назову предположительный диагноз папилломатозный неус. Вот, скорее всего, ну, это надо будет увидеть внешне. Так не опасно. Папилломатозный неус не опасно. Люди пользуются возможностями из разных регионов России. Да, ну, так пока можно совершенно, ну, хотя бы успокоиться, а потом обратитесь к специалисту на всякий случай, проконсультироваться. Внешне выглядит спокойно. Спасибо за ответы. Итак, следующий вопрос от Татьяны. Несколько лет назад на лице, особенно на руках, появились коричневые пятна разных размеров. От маленьких до больших лепешек, назвала их Татьяна. Я посчитала, что это очень чрезмерно, что это от чрезмерного пребывания на солнце перестало загорать. Стараюсь летом носить одежду с длинными рукавами, но почему-то количество пятен становится только больше. От чего это происходит? Мне 71 год опасно ли это? Вот как раз вопрос, а помните, я вам говорил, через 20-30 лет начинают появляться. Сейчас можно и уже, не сейчас и нужно защищаться, все равно от солнца. Но это вследствие предшествующих солнечных ванн. И, скорее всего, там лентига, то, о котором я говорил, крупные такие пигментные пятна. И серебряные кератомы могут быть. Тоже безопасные, кстати, вещи, но они объемные такие вот, как роговое такое наслоение на поверхности. Многие путают с бородавками, кстати. Поэтому не опасно, но защищаться, конечно, нужно. Убирают эти элементы, если это кератомы, убирают радиоволновым способом, то есть срезают петелечкой такой тоненькой. Если речь идет о пятнах, то обычно лазер используется, разрушая пигменты в этих местах. То есть методы лечения есть, а в основном это такие косметологического порядка больше, чем для эстетики. Следующий вопрос от Елены. Почему появляется много маленьких родинок? Опасно ли это? Разрастаются по всему телу, особенно на спине. Во-первых, родинки появляются с течением жизни у всех людей, их становится больше с каждым годом. Это нормальный процесс. Дети рождаются без родинок. Единственный вариант, когда родинка с рождением присутствует, это наличие врожденного невоса. Он имеет свои черты, достаточно крупные родинки, иногда вообще гигантские бывают врожденные невосы. Он покрыт волосами. У него есть свои черты. А так дети рождаются без родинок. Они появляются там примерно после 3-х летнего возраста. Екатерина задает вопрос. После удаления родинки появился зуд, место стало выпуклое. Нормально ли это? А на другом месте появилась яма, там, где раньше была родинка. Нормально ли это? Ну, формирование рубцов это нормально, если родинку удаляли таким деструктивным методом, глубоким удалением родинки. Формирование выпуклое, я так со слуха отвечаю, поэтому предположительно это гипертрофический рубец, то есть, который возвышается над уровнем здоровой кожи. А яма, скорее всего, это атрофический рубец или, собственно, такой рубец, который бывает часто атрофический рубец при акне, это когда, так называемые, штампованные рубчики. Это, наоборот, атрофический рубец, когда он западает. Может быть, у человека и тот, и тот вариант, что, скорее всего, мы наблюдаем. Но надо показаться, если беспокоить. Да, свежие рубцы могут зудить, кстати. Следующий вопрос от Светланы. Появляются родинки после загара. Почему? Что делать, чтобы этого не было? Ну, вот родинки ли это, на самом деле, надо понять. Потому что после загара появляются, как я уже сказал, пигментные пятнышки, начиная от веснушек, заканчивая более крупными элементами. И это, возможно, не родинка. Потому что родинка, появившаяся, она не проходит. Пигментные пятна имеют свойство всё-таки уходить. Следующий вопрос от Анастасии. Что значит, если родинка растёт, была плоская, а стала объёмной? Ну, вот здесь нужно показываться на всякий случай. Потому что, если родинка растёт, если она быстро растёт, тем более, что она изменила свои размеры, не просто растёт в диаметре, а ещё и в объёме, то надо будет показаться. Вопрос от Натальи. Есть ли связь между иммунитетом и заболеваниями кожи? Почему при ослабленном иммунитете появляется герпес на губах постоянно? Ну да, герпес вообще свойственен появлению во время ОРВИ, различных простудных заболеваний. Это особенность. Я уже говорил, например, вирус попелом человека, то же самое касается вируса герпеса. Вирус герпеса есть у всех. До одного года, когда ребёнок родился, и вот когда им исполняется год, вот у всех детей до одного года 90% они уже имеют вирус герпеса первого типа. Второго типа это генитальный, передаётся по моим путём. Вот первого типа, который на губах, он вот в 90%. Остальные чуть позже просто. Ну, он есть у всех уже, у взрослого человека. Вот проявление его, то есть он вирус в виде соответствующих пузырьков, высыпаний, да, свойственных герпесу, возникает действительно при ослаблении организма, при усталости, недосыпе, при утомлении, при физических и эмоциональных перегрузках, при заболеваниях хронических, и просто при эпизодической, острой вирусной инфекции. Ну, простуде. Да, но вот другой вопрос, что у кого-то это эпизод один, а у кого-то это рецидивирующий герпес. Вот здесь, конечно, требуется уже более такое длительное наблюдение и подбор терапии. Она может быть эпизодическая, то есть когда в ауре, аура, что такое аура, когда ещё не появляется высыпание герпеса, но возникает такое покалывание, жжение. Ещё нет высыпания, но уже субъективно. Уже надо принимать препараты герпетические, назначать доктор. И тогда можно избежать развития герпеса. Если второй вариант, это супрессивная терапия, супрессивная, то есть угнетающая эту ситуацию в хорошем смысле. То есть человек принимает постоянно препараты в течение года, даже двух, и у него не возникает эпизода. Но об этом лечении я говорю, обычно это второй тип. При первом типе на губах, как правило, не бывает таких хронических, слава богу. Истории, когда это каждый месяц возникает, обычно всё-таки это эпизод. Но если вдруг такая ситуация случилась, то, пожалуйста, тоже нужно обратиться и подобрать правильную схему. Последний вопрос от Анны, очень интересный. Если мыть руки часто и обрабатывать антисептиками, насколько это вредит коже? Мою руки в день раз 30. Ну, это неправильно. Тридцать раз в день, да даже десять раз в день, это много. Может быть, Анна медик. Медики же часто. Ну, может быть, но дело в том, что... Тогда это профессиональная будет проблема, конечно же. Сухость будет. Может быть, даже экзема развиться на руках при часто мытье. Ну, вот такая сухость, она... Если это профессионально, медик, ну, дело в том, что медик носит перчатки. Поэтому так часто мыть руки не имеем. Другой вопрос, если я осматриваю пациента, он просто снимает перчатки. Для чего перчатки? Это не только для того, чтобы пациенту было комфортно, и это правила определенные, правила санитарно-гигиенические, да, и в том числе приема пациента нужно осматривать в перчатках. Ну, а это еще и защита врача, и в том числе от частного макияжа. А насколько вредно вообще так часто пользоваться антисептиками, мыть постоянно руки? Мы ведь все же... Ну, всплывается, я уже сказал, защитные все функции, плюс пересушивается кожа в любом случае, но в любом случае приводит в дальнейшем все равно к сухости. Николай Николаевич, спасибо за то, что так подробно ответили на все наши вопросы, на вопросы наших подписчиков. Спасибо вам, Дмитрий Курасов. На здоровье, да, вашего слова. Субтитры сделал DimaTorzok